Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире программа «Диалог с депутатом». Сегодня у нас в гостях Олег Смолин, депутат Государственной Думы России от КПРФ. Олег Николаевич, здравствуйте! Здравствуйте, Елена! Здравствуйте, уважаемые зрители! Олег Смолин, депутат Государственной Думы, член фракции КПРФ, доктор философских наук, первый заместитель председателя Комитета по образованию Государственной Думы, вице-президент Паралимпийского комитета, член-корреспондент Российской Академии образования, председатель Общероссийского общественного движения «Образование для всех», президент Ассоциации издателей и пользователей учебной литературы «Российский учебник». Олег Николаевич, в скором времени избранный президент Владимир Путин должен будет сформировать новое правительство. Как пишут средства массовой информации, пост премьера сохранит за собой Дмитрий Медведев. На ваш взгляд, хорошо это или плохо? И каким вообще должно быть это новое правительство? Дело в том, что правительство должно формироваться под задачи. Одна из главных задач, которую, кстати, обозначил и сам Владимир Путин, это обеспечить прорыв в экономике. Если мы посмотрим на то, что происходит при Дмитрии Медведеве, то мы увидим следующее. По данным академика Ивантера, а это президент Академического института Российской Академии наук, с 2008 по 2013 годы темпы нашего, извините за выражение, роста составили 1,2% в год. В 2014-2017 годах темпы нашего, извините за выражение, роста составили минус 0,2% в год. Некоторые шутят, темпы роста нашего падения замедлились, так вот в данном случае темпы роста нашего падения ускорились. Шутки шутками, но мы должны понимать вообще, что происходит. Мировая экономика развивается почти по 4% в год все это время. Что это в переводе означает? Отставание России от передовых стран, от стран со средним уровнем развития нарастает. Мы развиваемся также медленнее, чем так называемые развивающиеся страны. Конечно, здорово, что мы имеем некоторые новые виды вооружений. Конечно, здорово, что наша армия остается по экспертным оценкам второй в мире. Если бы этого не было, то с нами, наверное, произошло бы то же самое, что с Серпией, Ираком, Ливией и другими странами. Но можно ли долго сохранять сильную армию, когда ты все больше и больше отстаешь в экономике? Вряд ли. Напоминаю, что если считать по данным Мирового банка, если считать по пересчету покупательной способности, это интересные экономические всякие штуки, то наша экономика шестая в мире. А вот если просто в долларах, наша экономика двенадцатая. И по данным другого академического института имени Примакова, это их прогноз. Если ситуация не имеется, к тридцать пятому году наша экономика будет пятнадцатая в мире. Так вот, судите сами, хорошо или плохо, что в последнее время наше правительство возглавляет Дмитрия Анатольевича Медведева. Трудно себе представить, как прежнее правительство будет решать совершенно новые задачи. Теперь, что касается предполагаемого состава правительства, мы понимаем, что есть, условно говоря, три сценария. Первый сценарий – продолжение курса экономической полустагнации. То есть, что делали, то и будем делать. Чуть-чуть, может быть, в каких-то мелочах поменяемся, все. Тогда будем расти с той же скоростью, то есть отставать все больше и больше. Есть вторая версия – это правый поворот. Нам упорно говорят, что зампредом Дмитрия Медведева по правительству может стать Алексей Кудрин. Кстати, в апреле я задавал вопрос Дмитрию Медведеву про повышение пенсионного возраста и спросил его, согласен ли он со своим бывшим оппонентом Алексеем Кудрином. Дмитрий Анатольевич ответил, что Кудрин ему не оппонент, а коллега, хотя все помнят, что в свое время президент Медведев уволил министра финансов Кудрина именно потому, что он был оппонентом президента Медведева. Но дело не в этом. Если правительство возглавляет Алексей Кудрин, несмотря на то, что в последнее время он много говорит о том, что нужно увеличивать вложение в человека, то есть в образование, науку, медицину, культуру, я думаю, что это будет правый поворот. То есть поворот в сторону, противоположную той, куда на самом деле надо поворачивать руль нашего большого корабля. И действительно, чуть не главное, с чем выступает Алексей Кудрин, он выступает за повышение пенсионного возраста. Задавая вопрос премьеру Дмитрию Медведеву, я напомнил, что мы рекордсмены по количеству мужчин, которые не доживают до 65 лет. Таких у нас 43 процента. Это больше любой европейской страны, больше, чем на Украине. Во многих странах передовых там 10-11 процентов мужчин не доживают до 65. У нас сейчас 30 процентов мужчин не доживают до 60. Если поднять пенсионный возраст мужчин, как предлагает Кудрин, до 65, то практически половина мужчин уйдет в мир иной, не дождавшись этой самой пенсии. Ну, опять могу только вспомнить цитату из Владимира Путина. Пару лет назад он сказал, что получается, отработал в деревянный макинтош и поехал. Вот ровно такой удел готовится к Кудриным и, похоже, теперь уже и Медведевым для тех, кто будет жить при новом правительстве, для тех мужчин. И есть другая версия, левый поворот. Но для этого у нас должен быть другой премьер и другое правительство. Но в свое время, когда шла избирательная кампания, кремлевские политологи на полном серьезе обсуждали вопрос, вот если Павел Грудинин набирает там процентов 25-30, тогда очень возможно, надо будет идти на большую коалицию и делать Павла Грудинина премьером Российской Федерации. Другая версия правительства, при котором, возможно, был бы левый поворот, например, Сергей Глазев. Наверняка можно найти и других людей, которые могли бы такое правительство возглавить. Но пока не очень похоже на то, что мы получим правительство, которое обеспечит нам левый поворот. А почему мы считаем, что только при левом повороте можно обеспечить экономический прорыв и защиту интересов людей? Но, во-первых, есть опыт. Правительство Примакова, Маслюкова и так далее на рубеже 90-х было самым эффективным. Действительно вытащило страну из кризиса. Во-вторых, потому что какие задачи стоят перед новым правительством? Если в двух словах, да, там есть целая программа 20 шагов, но если в двух словах, они сводятся к трем. Это новая индустриализация во всех областях, включая сельское хозяйство. Это более справедливое распределение и, в частности, прогрессивные налоги на олигархов. И это действительно вложение в человека. Вот осуществить все эти задачи вместе может только левоцентристское правительство. Кудрин уже заявил, что налоги повышать на богатых нельзя. Надо повышать налоги на бедных. Нам предлагают, например, повышать налоги на индивидуальных предпринимателей. Нам уже повысили налоги на имущество для граждан за несчастные квартиры. Люди платят все больше и больше. И так далее, и так далее. То есть хотят продолжать политику, когда бедные делятся с богатыми, так как надо было бы ровно наоборот. Я не знаю, каким будет состав нового правительства. Я напомню, что никто не угадал нескольких примеров. Например, Михаила Фродкова. Например, Виктора Зубкова. Когда у нас появился во фракции в свое время Виктор Леонидович Зубков, который собирался уходить вообще на покой, а его сделали премьером, я позволил себе вопрос. Я говорю, Виктор Леонидович, скажите нам честно, мы узнали о вашем назначении вчера, а вы когда? И он честно ответил, а я позавчера. Но премьер, который узнает о своем назначении позавчера, вообще должность премьера требует очень высокой квалификации. И к ней, конечно, по большому счету нужно готовиться. Если говорить о моих предпочтениях, я, рискуя вызвать несогласие части наших слушателей, сказал бы, что я, например, хотел бы, чтобы в правительстве в качестве заместителя председателя по социальным вопросам осталась Ольга Голодец. Я часто общаюсь с этим человеком и знаю, что она и по должности, и по убеждениям стремится защищать социальную политику. Другое дело, что не она делит деньги, и не она министра финансов. Но она, например, выступает, насколько может член правительства против повышения пенсионного возраста, за возобновление индексации пенсии работающим, за увеличение расходов на то же самое здравое хранение и образование. Но какие решения будут приняты, я не знаю. Скоро узнаем все. Очень хотел бы ошибиться, но считаю, что нам нужно правительство, которое способно осуществить левый поворот. При правительстве правого толка или при продолжении современной политики никакого экономического права мы не получим. Олег Николаевич, о своих симпатиях вы уже обмолвились, а кого категорически не хотели бы видеть в новом правительстве? Не хотел бы видеть в новом правительстве, естественно, Алексея Кудрина. Безусловно. Я думаю, что в правительстве на месте еще Сергей Шойгу, насколько я могу понимать, это дельный министр обороны. Что касается других кандидатур, при всем том, что, скажем, Ольга Васильева не смогла выполнить своих первоначальных обещаний и заявлений, ей, видимо, дали понять, кто в доме хозяин. И как-то Ольга Юрьевна сильно стала гораздо более осторожной в высказываниях в последнее время. Но я думаю, что вряд ли, если она будет заменена другим министром образования и науки, то этот министр будет лучше. Вообще политика – это искусство возможного. Поэтому, может быть, сохранение Ольги Васильевой в следующем правительстве было бы вариантом все-таки в пользу образования. Что еще? Ну, не хотел бы видеть в правительстве в качестве министра экономики Максима Орешкина. Это, конечно, квалифицированный человек. Но это все тот же подход псевдолиберальный, который в том числе состоит в стремлении экономить на человеке и решать проблемы за счет человека. Максим Орешкин мне внятно отвечал по поводу того, что он против возобновления индексации пенсии работающим, хотя мы представили им расчеты, что даже вам, господа, финансистам, должно быть понятно, что на этом деле вы теряете больше, чем экономите. Потому что, если посчитать потери пенсионного фонда, фонда социального страхования, фонда обязательного медицинского страхования и региональных бюджетов от налога на доходы физических лиц, если все это посчитать, то уж точно получится, что в результате того, что люди уходят в тень, не оформляются на работу, как положено, работающие пенсионеры, я имею в виду, потери государства больше, чем экономия. Это тот самый случай, когда гопсек умирает на сундуке с деньгами и ест маврин кулич вместо того, чтобы нормально питаться. Олег Николаевич, давайте обсудим другую тему. Послезавтра в нашей стране будет отмечаться действительно всенародный праздник, День Победы в Великой Отечественной войне. И в связи с этим мой следующий вопрос. На ваш взгляд, для людей, которые жили в это время, которые своими глазами видели все ужасы войны, сейчас государством делается все возможное? Ну, конечно, нет. Мы прекрасно понимаем, что кое-что сделано все-таки для фронтовиков. Хотя, насколько я понимаю, еще осталось какое-то количество тех, в отношении которых не выполнен указ президента в свое время, о том, чтобы им хотя бы под занавес жизни дали квартиру. Гораздо больше долги власти и Государственной Думы, представленной Единой Россией, и правительство перед тружениками тыла. Но те льготы, которые им представлены, это просто ни о чем. Большие долги государства перед детьми войны. Я напомню, что фракция Компартии Российской Федерации многократно вносила законы о поддержке детей войны. Цена вопроса невеликая, там сто с небольшим миллиардов рублей. Я просто вам напомню, что на санацию банков тратится, потрачено уже более триллиона рублей. Значит, на банки триллион – пожалуйста, а на поддержку старшего поколения, людей, переживших войну, практически ничего. Кое-где в регионах кое-что для этого делается, но это все, честно говоря, слезы. Вот я лично вносил неоднократно специальные законопроекты о поддержке хотя бы детей-сирот войны, самой маленькой категории из числа детей войны. Моя учительница географии Валентина Ивановна Давыдова, дочка погибшего фронтовика, я там в Думе Государственной читал ее письмо, обращенное к депутатам, трогательное письмо, которое должно зацепить за сердце любого человека. Вопрос там какой, почему вдова погибшего – это член семьи, а ребенок погибшего – не член семьи. Ну, конечно, член. Мы прекрасно все это понимаем. И тем не менее, большинство Государственной Думы упорно отказывается принимать эти законы. Логика такая – если кому-то поможем, кто-то другой обидится. Но, ребята, так вообще с места не сдвинешься, как сороконожка, да? Если ты боишься подвинуть хотя бы одну ногу, то сорок ног с места не сдвинуться никогда. Это совершенно доступные деньги. Тем более, что, увы, с каждым годом цена таких законов становится все меньше и меньше. И мы понимаем, почему. Потому что людей, переживших войну, становится все меньше и меньше. Я убежден, что и правительство, и большинство Государственной Думы, которые не голосуют за наши законы, в огромном долгу перед ветеранами. И выступая недавно в Ленинском округе, сказал, вы знаете, могу сказать твердо только одно. Пока мы там работаем, мы не дадим покоя ни правительству, ни Государственной Думе. До тех пор, пока не будут приняты эти законы. Мы свои долги понимаем и готовы их платить. Я уверен, что вместо того, чтобы думать о том, как возместить потери олигархам, которые по непонятным причинам обязательно лезли покупать чужие футбольные клубы или баскетбольные клубы, вместо этого надо подумать о собственных гражданах. Вы знаете, ну, конечно, День Победы, 9 мая, это без преувеличения священный праздник, обвиняющий людей разных, разного возраста, разных политических взглядов. И, конечно, это праздник со слезами на глазах. Мы никогда не забудем, какую ценой мы получили эту победу. Я сейчас перечитываю роман Толстого «Война и мир» в очередной раз. Понимаю величие подвига русского, российского народа в 1812 году, но еще более понимаю, что величие подвига и цена победы 1941-1945 были несравненно больше. Всегда обращаюсь к ребятам, кто помоложе, и говорю, почитайте стихи периода Великой Отечественной войны, почитайте великие романы о войне. Недавно перечитывал роман Юрия Бондарева «Берег». Это великий роман, сравнимый, осмелюсь сказать, по качеству с «Войной и миром» Льва Толстого, по глубине психологичности, по блестящему литературному тексту, по глубине проблемы, которая там поднята, о любви русского солдата, немецкой девушки в 1945 году и в последующие годы. О настоящем благородстве российских парней, которые пришли освобождать Германию. Поэтому обращаюсь к молодежи. Читайте военных поэтов и писателей. Вы по-настоящему поймете, что это было за испытание для наших людей. И поймете слова Бориса Васильева, который сказал, что это было поколение, о котором разбилась крупповская сталь. Вот думаю, чем бы завершить мое поздравление, может быть, все-таки строками Константина Симонова. Нас пули с тобою пока еще милуют, но трижды поверив, что жизнь же вся, я все-таки горд был за самую милую, за русскую землю, где я родился, за то, что на ней умереть мне завещено, что русская мать нас на свет родила, что в бой провожая нас, русская женщина по-русски три раза меня обняла. Вот так писали о войне, так чувствовали наши деды и прадеды. Кстати, в моей семье хранится военная тетрадка моего отца-пулеметчика, и там количество лирических стихов превосходит количество стихов чисто патриотических, потому что на войне нашим солдатам нужна была память о доме и о тех, кого они любят. Как там в знаменитой песне на стихи Михаила Исоковского «Пусть свет и радость прежних встреч нам светят в трудный час, а коль придется в землю лечь, так это ж только раз. Но пусть и смерть в огне, в дыму бойца не устрашит, и что положено кому, пусть каждый совершит». Они совершили все, что было положено. Ну и, наконец, совсем в заключении, я хочу вспомнить несколько строк поэта, сибирского поэта Юрия Ключникова, которые обращены к современной молодежи. Сам Юрий Ключников был мальчишкой во время войны, и как многие мальчишки, так доставил у станка по много-много часов по формуле «все для фронта, все для победы». Вот его строки, обращенные к молодому поколению. «Не хочу поучать, жизнь сама вас научит. Обломает рога, шор из глаз уберет. Есть у каждой эпохи и солнце, и тучи. Есть у каждой души свой крутой поворот или вверх, или вниз. Остальное детали. Вон Георгий опять поднимает копье. Мы Россию в боях никому не отдали. Вы на ваших торгах не продайте ее». Завещание старшего поколения молодым. С победой, дорогие друзья! Действительно прекрасные строки. Спасибо, Олег Николаевич, за интервью. До свидания. Всего доброго. На этом наш диалог завершен. Я напомню, гостем нашей программы был Олег Смолин, депутат Государственной Думы России от КПРФ. До новых встреч на нашем телеканале. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова